Правительство РФ выделяет в отдельную категорию населения граждан, которые являются так называемыми предпенсионерами. В нее включаются люди, которым до даты, когда они достигнут пенсионного возраста, остается менее пяти календарных лет. Впервые термин предпенсионеры стал использоваться с начала 2019 года. Граждане, которые попадают под условия, получают право на определенные льготы и преференции. Вопрос трудоустройства и рабочей деятельности. В вопросе трудоустройства предпенсионерам положено две гарантии. Запрет для работодателей, не позволяющим им использовать возраст гражданина в качестве причины для расторжения трудового договора или для отказа в приеме на работу. Два дополнительных выходных в течение года, подлежащих оплате согласно положениям трудового договора, которые предоставляются для того, чтобы гражданин прошел медицинскую диспансеризацию. Граждане, являющиеся предпенсионерами и не имеющие постоянного места работы, могут рассчитывать на получение поддержки от ЦЭКа. Увеличенное пособие по безработице, приравненное к показателям РОД в регионе, где проживает его получатель. Возможность получения дополнительного образования бесплатна, во время обучения гражданин получает стипендиальные выплаты. Налоговые преференции. Предпенсионеры получат послабление по трем видам налогов. Имущественный. Полное освобождение от обязательств в отношении одного объекта недвижимости одного типа. Это может быть квартира, частный дом, гараж, хозяйственная постройка и так далее, например, можно одновременно освободить от налога одну квартиру, одни частный дом и один гараж, но применять льготу к двум квартирам одновременно не получится. Земельный. Мощность двигателя, количество мест, стоимость покупки и так далее. Вопрос финансового обеспечения. Каждый предпенсионер может получить свою накопительную часть пенсионного обеспечения. В 2020 году этой возможностью могут воспользоваться мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Накопления могут быть получены тремя способами. Разовая выплата всей суммы. Разовая выплата, накопленная за период, до 10 лет, года, за которые будет выплата, определяются самим гражданином, ежемесячные выплаты в равных суммах с оставшихся накоплений. Ежемесячные выплаты. Региональные льготы. Власти регионов вправе дополнять список основных льгот, положенных пенсионеру. В ряде субъектов РФ такими преференциями являются, право бесплатного проезда в городском и пригородном государственном общественном транспорте, право ежегодно получать бесплатную путевку в санаторно-лечебное учреждение, по назначению доктора. Компенсация части цены жилищно-коммунальных услуг, предоставляется в пересчете на одного человека, размер скидки определяется региональными властями.